Наш эфир продолжает очередная встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Я предлагаю поговорить об Украине, но не так, как все говорят об Украине, я имею в виду предстоящие выборы, проходящие в Украине выборы, а об Украине, о Байдене, вот этот аспект осветить. Да, да. С большим удовольствием, тем более, что об Украине с точки зрения их выборов я вообще ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю, точно так же, как все остальные, просто почитываю какие-то материалы, слежу с интересом, но не более того. А вот историю с Байденом, вернее, с Байденами, потому что в истории замешано два Байдена, значит, папа, бывший вице-президент Джо Байден и сын Хантер Байден, она меня, честно говоря, слегка ошарашила. То есть, сначала ошарашила немножко, потом с деталями еще больше, а сейчас просто ввела в состояние какого-то вот ошарашенного штопора, если я не знаю, что такого выражения нет на русском языке, но это приблизительно то, что я чувствую. Знаете, мы все знали, знаем, что, ну, знаем, так сказать, знаем без того, чтобы суд определил, что коррупция, взятки и прочее связаны с Клинтонами. То есть, о них все время ходят не только слухи, более того, знаете, когда у человека там стирают 30 тысяч имейлов, тщательно вытирают специальными программами компьютеры и бьют молотками там телефон и всякие другие там айпады, то уже начинаешь подозревать, что не все, так сказать, да, в королевстве нормально. Ну, вот как бы про Байдена, улыбающегося такого честного, доброго, он такой дедушка всеобщий, ну, там, любит прижиматься, да, там, к девушкам, вот, к детям, любит целовать их там в голос, любит теребить за ушко, массаж делать. Ну, в конце концов, смешно все, там, переходит какие-то, может быть, там, границы нормальности, но в конце концов, нормальность и нашей. Но у каждого человека свое ощущение, так сказать, близости, я, например, не люблю, когда ко мне там на полметра кто-то подходит, мне сразу же ощущение неприятное, а он, так сказать, любит и боксит, да. Ну, вот он вызывал такое вот немножко старомодное какое-то ощущение какого-то, так сказать, джентльмена, да, южного. Значит, выясняется, что не совсем все так, как оно его рисует. Я начну с немножко издалека, а потом подойдем к Украине. Значит, в 2013 году Байден, Джо, который в это время, как вы все знаете, был вице-президентом, был, значит, Белым домом отправлен в Китай разбираться с ними по следующему вопросу. Целый круг вопросов был, но один из самых главных вопросов был такой. Значит, Китай вдруг заявил, что, значит, определенное там пространство морское, которое нейтральные воды по всем законам, это их, так называемом East Chinese Sea, то есть, так сказать, восточно-китайском море, я не знаю точно, как он называется по-русски. Значит, и заявил, что любой самолет, который там летает, должен спрашивать у них разрешение, это равно и тому подобное. То есть, пытался де-факто сделать, так сказать, это своей территорией. Естественно, что нашим союзникам, которыми является Япония, Южная Корея, там целый ряд мелких государств, это не очень нравилось. И, значит, Америка, большой дядя, значит, послал своего большого дядю разбираться с Китаем. Значит, он туда полетел. С ним в самолете летел его сын, 40-летний в этот момент, 42 года его было, значит, человек без, по большому счету, определенных занятий, которого недавно уволили до того с работы за употребление наркотиков, который, значит, имел всегда проблемы с проститутками, с наркотиками, с ночными клубами, там, какими-то странными людьми и тому подобное. И более того, влез в интимные взаимоотношения с женой своего старшего брата, который, так сказать, умер, ну, может, в это время он был в госпитале, я не знаю, но, по крайней мере, умер он от рака головного мозга. Такой не очень, не очень понятный, значит, не очень чистоплотный человек, без определенных занятий, но, значит, с дипломом юриста. Значит, полетел он с ним почему-то в Китай, Байден пробыл там достаточно много дней, берем всякие переговоры, вылетел оттуда и ни словом не обмолвился насчет вот претензий, так сказать, наших партнеров, наших друзей о том, что Китай хапанул, так сказать, себе кусок, ну, скажем, так сказать, воздушного пространства, моря и тому подобное. Так сказать, поудивлялись, поудивлялись, выразили все какие-то протесты, Япония даже шумно это делала, но как-то все это, так сказать, тихо замялось. Не проходит и двух недель, как насчет Хантера Байдена он открыл компанию по, значит, инвестированию, никогда этим не занимался. Вдруг на эту компанию приходит полтора миллиарда долларов из Китая, из одной из китайских фирм, связанных, естественно, с правительством, для того, чтобы Байден, младших, значит, инвестировал эти деньги, ну и получал с этого, естественно, так сказать, очень серьезные комиссионные. Что-то, так сказать, уже было немножко странным, правда? В течение шести месяцев после этого еще три сына сотрудников Байдена и, значит, Госдепа получают, тоже открывают, значит, фирмы, которые занимаются инвестициями и тоже получают меньшие, но тоже значительные суммы от Китая на то, чтобы они, значит, вот вкладывали эти деньги на территорию Соединенных Штатов Америки. Ну, значит, если Байден получил там подарок в 1500 долларов или его жена получила там духи очень дорогие какие-нибудь там и прочее, да, то они должны были бы это рапортовать в РС, налоговую. А вот то, что сын его получил полтора миллиарда долларов, через две недели почтовок прилетел из Китая, где Байден замял очень важную для Китая тему, значит, никого не взволновало и все продолжалось нормальным образом. Теперь проходит, двигаясь ближе к нашей ситуации, проходит четыре месяца после того, как, значит, вот пришло полтора миллиарда, миллиарда, не миллиона. И Байден летит на Украину, в Украину, извиняюсь, так сказать, меня все время, я привык говорить на Украину, но надо сейчас говорить в Украину, в, 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 в Украину, все. Значит, теперь, да, значит, почему я так настаиваю, потому что уже, так сказать, несчастливое количество раз я ляпал, я уехал в 73-м году, в это время говорили на Украину. Значит, несколько раз говорил, значит, на, и несчастливое количество раз украинцы мне писали, там, и просили, требовали, там, угрожали, говорили, что я имперский шпион, там, путинский человек и прочее, потому что я неправильно говорю, что означает, что я почему-то против Украины. Ну, не знаю, я не знаю. Поэтому, да, в Украину. Закончили с этой темой. Значит, летит туда Байден, и опять у него в самолете Хантер, значит, его сын, младший, старший, как я уже сказал, Бо, умер от рака мозга. Значит, Байден летит туда, и, значит, Байден был назначен, опять же, Белым Домом, как человек, который будет осуществлять связь Соединенных Штатов Америки правительства с правительством Украины. И очень важное, так сказать, правительство, потому что, очень важное представительство, потому что Украина, это противопоставление России, там, так сказать, постоянные конфликты про русское, так сказать, про Януковича, так сказать, нам оно не нравилось, так сказать, мы сделали все возможное, чтобы помочь, так сказать, тем, кто начал там восставать, так сказать, против Януковича и тому подобное. Я не знаю, доколе мы дошли, делали это все возможное, но нам это все нравилось, естественно, мы поддерживали Маккейн туда летал, посол, потом новый посол Дама, которая была в американское, очень привечали тех людей, которые выгоняли Януковича и вообще все это движение свободы. Так вот, Байден 17 раз за время того, что он отвечал за Украину, летал на Украину и был там очень важным человеком, потому что от него зависело, будут ли получать деньги, как они будут получать деньги и тому подобное. Сына Байдена Хантера вдруг приглашают в члены совета директоров некой компании, которая, сейчас я посмотрю, она называлась, называется... Бурисма. Да. Бурисма. Бурисма. Бурисма, да, мне с ними Бурита, в голову лезет, я поэтому и пытался посмотреть, потому что Бурита это другое слово. Бурисма. Компания, значит, энергетическая, очень крупная, и вдруг эта компания приглашает его в члены совета директоров на должность наблюдать за действиями украинских юристов, работающих на эту фирму. Причем, значит, Хантер как ничего не понимал и не знал в инвестициях, если говорить о Китае, так ничего не знал и не понимал ни в украинском языке, ни в русском языке, ни в юриспруденции украинской, ни в международной, ничего не понимал в энергетике, никогда в них не работал, и единственное, так сказать, два места работы, которые были у него, это он ломбировал интересы, ну, скажем, казино в местных правительствах и в штатских, и второе, он работал, вот откуда его выгнали, в так называемом морском резерве, он там тоже занимался, то, что называется, public relations, вот его, так сказать, туранули за наркотикой оттуда. А, значит, и предлагают ему зарплату, и платят ее 16 месяцев подряд, небольшую зарплату в 160 тысяч долларов в месяц, точнее сказать, 166 тысяч долларов в месяц, и платят ему в течение 16 месяцев эту зарплату, это то, что удалось найти, потому что это шло на счет, значит, Морген Стэнли, его счет в Америке. 166 тысяч долларов каждый месяц ему оттуда приходило. За что, спрашивается? Байден начал серьезно очень пробивать, значит, помощь Украине, и добился того, что 1,8 миллиарда долларов наших с вами денег пошло на Украину, значит, ну, часть из них 3,1 миллиона, как мы уже знаем, вернулись обратно к сыну Байдена Хантеру. Ну, я думаю, что это была обратка, вот, но премия за то, что, значит, пробил. Ну, может быть, он делал что-то очень важное другое, Хантер, для этой компании. Теперь, значит, компания была невероятно коррумпирована, была связана с Януковичем в свое время, и поэтому новое правительство Порошенко начало заниматься этой компанией, и нарыло много всяких, ну, скажем, так сказать, подозрений в том, что они очень серьезно коррумпированы, связаны были, так сказать, с правительством, проплачивали, там, так сказать, обманывали, доходы не показывали и тому подобное. Одновременно с этим в Лондоне против этой фирмы тоже начинает, возникает дело, они требуют документы. И генеральный прокурор того времени, Шокин, генерал Шокин, начинает расследование этой компании и делает список, и представляет своим прокурором список тех, кто должен быть допрошен, потому что с его точки зрения, с точки зрения англичан, они каким-то образом замешаны в покрытиях, обманах, взятках и тому подобное. В списке этих людей, как вы уже, наверное, догадались, и Хантер Байден. И вот в этот самый момент, как только Байдену сообщили, что, значит, англичане требуют, и, соответственно, украинцы начали серьезно копать под эту фирму, а Байден начал требовать у Порошенко снять с должности генерального прокурора. Значит, он это требовал несколько раз. Генерального прокурора не снимали, потому что Порошенко был в такой, так сказать, серьезной ситуации. Если он снимает прокурора, ему надо назначать нового. Очень сложно через у них такой же принцип назначения, как в Америке. Президент представляет, а, так сказать, рано должна утвердить. Он понимал, что при том расколе, который существует, он останется вообще без генерального прокурора на долго. Значит, как у нас, так сказать, в истории все с трамповскими людьми, которых он представляет, и должен Сенат утверждать, да, что называется, месяцами, если не гадали, или вообще. Ну, то же самое, кстати, делали республиканцы с Обамой, когда он представил своего, значит, кандидата в член Верховного Суда. Так вот, значит, Байден летит в Украину, встречается с Порошенко и говорит следующее. Причем это уже не домыслы, он об этом хвастался 6 месяцев тому назад, и это засняли на видео. Значит, он заявил ему следующее. У тебя есть 6 часов уволить генерального прокурора Шокина. Я через 6 часов улетаю. Если в течение этого времени до моего отлета ты не уволишь Шокина, то миллиарда долларов, которые мы сейчас вот тебе собираемся перечислять, ты как своих ушей не увидишь. Что делает Порошенко? Идет в свою, так сказать, самую раду, общается там с руководителями, так сказать, фракций, объясняет им ситуацию, и они все решают, что да, окей, мы, так сказать, давай, увольняя этого, мы, значит, Луценко, значит, утвердим. Байден дает окей на Луценко, улетает, значит, снимают генерального прокурора, дело на фирму закрывают, англичанам не посылают никакой информации, а, значит, сын Байдена продолжает получать достаточно серьезные деньги из этой фирмы, значит, вот практически по окончании работы предыдущей администрации. Значит, маленький штрих к этому, за два дня до инаугурации Трампа, инаугурации Трампа, Байден вдруг снова полетел в Украину, и что-то там делал, ничего в это время его администрация не должна была там делать официально, ничего, все уже кончилось. Это абсолютно беспрецедентная история, чтобы вице-президент, президент, там кто-то серьезный летал, вот буквально новая администрация уже готова, уже все перебрала, уже все знает, а вдруг он взрывается и туда летит. Тоже не очень понятно, зачем. Но я думаю, что понятно. Начали выскакивать документы, связанные с его деятельностью, деятельностью Хантера на территории Украины, ему нужно было что-то об этом делать. И вот, значит, чтобы закончить эту тему, посол США там, Иванович Дама, вызывает нового генерального прокурора Луценко, дает ему список людей, украинцев, и говорит, этих не трогать. Понял? Значит, тот говорит, понял, берет под козырек. Проходит какое-то время, два года, значит, Луценко и все украинцы видят, что Трамп сидит крепко, а никакого импичмента нет, его не выгоняют, и решают, как я понимаю, начать сдавать демократов и играть с Трампом. Поэтому Луценко приезжает сюда, дает интервью в The Hill, очень известному Джону Соломону, расследователю-журналисту, где он сообщает всю эту информацию и говорит, что он привез генерального прокурора Умару очень много интересной информации о деятельности двух Байденов на территории Украины. Вот теперь я закончу. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить и задать ваш вопрос. Ну, что касается вот этих проделок с Китаем, получением полутора миллиардов от китайского правительства, Хантером Байденом, об этом были репортажи уже давно, Питер Швейцер об этом писал. То есть, на самом деле, дыма без огня не бывает. И ситуация вокруг этого острого искусственного, который вызывал тревогу у всех, и вдруг все это спустили на тормозах, как будто ничего не было. А действительно, этим вопросом занимался именно Джо Байден. То есть, старина Байден, похоже, ну, в связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами, я думаю, что вот эти его скандалы, связанные с обнимашками, целовашками, это все цветочки. А, по-моему, его карьера на этом закончится. Меня поражает, Сережа, вот что. Значит, друзья демократы, которые по поводу обнимашек, ну, понятно, да, всем понятно, что это устроили демократы, чтобы вышибить его из гонки. И вот это их невероятно волнует. Значит, что он там обнимался, там прижимался, целовался, за ухо трогал и тому подобное. А то, что он, извиняюсь, Родину продавал, да? Да. Похоже. Вот это никого из них не волнует вообще. То есть не волнуй. То, что правда это или неправда, но эти полтора миллиарда, которые перевели человек, который с новым духом никогда не занимался этим. Полтора миллиарда. Кто-то представляет, что это за сумма, да? Эти 166 тысяч долларов каждый месяц, которые поступали на его счет, вот они имеются, вот они. Это не тайна. И газеты об этом писали. Даже New York Times задавал свой вопрос, как окажет влияние то, что Байден ответственен за Украину, за политику на Украине, а его сын в это время работает, приглашен только что на должность, на которой он вообще не имеет ни малейшего понятия, как исполнять с небольшой зарплатой в 3 миллиона в год. Такой небольшой, да? Ну, 16 месяцев, извиняюсь, соврал. Вот. А как это вообще, так сказать, это? И сказали, что Хантер, он просто человек, который гражданин, имеет право делать все, что угодно, а Джо Байден настолько порядочный и настолько глубоко, так сказать, честный человек, что он будет действовать за интересы Америки, даже не думая о том, что его сыну могут быть интересы прямо противоположные. Ну, вот выяснилось, что это не совсем так. Ну, это вообще в традициях демократов, если вы вспомните. Начиная с президента Клинтона, который продал Китаю технологии двойного применения, космические, только за то, что некий китаец там внес в избирательную кампанию Клинтона деньги. И, по сути дела, Клинтон висел на волоске, его могли обвинить в предательстве, что карается высшей мерой и так далее. Это и Клинтонша, которая, как известно, использовала свой сервер, и вся секретная информация, которую обменивались, она в качестве секретаря оф стейт со своими, так сказать, или с коллегами, или еще с кем-то, стала достоянием гласности, держав недружественных по отношению к США. Это и Вассерман Шульц, которая отстаивала, так сказать, интересы пакистанца, который имел доступ ко всем компьютерам демократов в Конгрессе, соответственно, ко всей секретной информации, и она билась за него до конца. Это и Даян Файнстайн, которая 20 лет прикрыла на груди у себя китайского шпиона, который работал у нее водителем и слушал разговоры и так далее, и так далее. Это все в традициях демократов. Для них родину продать это, чтобы в носик ковырнуть. Все нормально. Они этого не замечают. Зато вот у Трампа они сейчас пытаются найти какие-то связи. Мы об этом, наверное, еще поговорим отдельно. Я имею в виду попытки Трампа, так сказать, затребовать его налоговые декларации и так далее, и так далее. Давайте попробуем принять звонок, а потом поговорим об этом. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы задать Леону, вернее, хотела бы услышать его мнение по поводу утверждения одного из украинских аналитиков. Я просто слышала совсем недавно, что вроде бы Америка выступает против Северного потока-2 из-за того, что они хотят захватить рынок газовой и нефтяной Европы. Поэтому они хотят как бы вот не из-за Украины, не из-за чего-то там другого. Вот именно у них такой шкурный интерес, скажем так. Вот как вы считаете, это правда или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Давайте разбираться в этом деле. Северный поток-1 существует, доводит, газовый, доводит до Европы, доносит, довозит, я не знаю, точнее, все то количество, которое Европе нужно и имеет возможность донести еще столько же, то есть удвоить. Значит, нормальный износ, он нигде особо не сломан, все там нормально, починки сюда должны идти, профилактика и тому подобное. То есть никакой, ни технической, ни никакой другой причины строить еще один поток по дну моря, очень дорого, так сказать, несколько миллиардов долларов, очень сложно по территории нескольких стран, получать разрешение от всех этих стран, так сказать, и т.д. и т.п. Совершенно непонятно практически с точки зрения бизнеса, зачем его строить. Теперь с точки зрения не бизнеса, есть одна причина, по которой строить его. Дело в том, что Северный поток-1 проходит через Украину, Польшу. То есть две страны, которые, во-первых, забирают деньги за то, что через их территорию проходят, а во-вторых, могут взять и откачать оттуда газ, если Россия, скажем, говорит им там, а мы контракты с вами прерываем там или что-то еще, начинает спекулировать. Либо, а если Россия перекрывает им газ, то она перекрывает газ в Европу, в Китай, в Китай, в Германию, в Европу, так сказать, через Германию и в другие страны. То есть, иными словами, Россия не может шантажировать ни Европу, ни Украину из-за того, что через Украину или Польшу, Польша тоже страна, которая не всегда хорошо относится к России. И поэтому единственная причина, из, как бы, так сказать, можно придумывать их, но вот никто пока не придумал никакой другой. Все говорят, что единственная причина политическая для того, чтобы иметь возможность шантажировать Украину и Польшу, без того, чтобы не поставлять в Германию и в другие европейские страны этот самый газ, который является серьезным источником, из двух источников дохода, трех источников дохода российской власти. Второе – это нефть, а третье – это вооружение. Теперь, с точки зрения того, что Америка хочет захватить европейский рынок. Воу! Вот, значит, ну, конечно, мы хотим продавать наши товары. Но, во-первых, мы, там, скажем, в Польшу продаем, там, еще в какие-то страны продаем сжиженный газ. Но небольшая разница есть. Взять в трубу, загонять газ и тащить его, значит, куда-то по этой трубе. Либо заниматься тем, что сжижать газ, грузить его, что называется, на корабли, везти куда-то в специальные порты и там, так сказать, разжижать там и тому подобное. Все это мы очень хорошо делаем и очень, что называется, компенитив, то есть конкурентоспособно. Но мы не можем обеспечить всю Европу этим газом. Все, что мы говорим европейцам. Ребята, то, что вы строите второй поток, Северный поток-2, делает следующее. Открывает Украину и Польшу, которую вы сказали, что вы защищаете санкции из-за того, что Россия вторглосна Украина и Европа накладывает как бы. Вот, одновременно вы делаете все для того, чтобы позволить России сжимать горло Украине и Польше тогда, когда они это захотят. Тем, второе, это вы увеличиваете свою зависимость от российского газа вместо того, чтобы ее уменьшать. А НАТО, члены которого большинство, так сказать, или практически все эти европейские страны являются, оно создано для противостояния как раз России. Вот это мне очень интересно. Вы будете что делать? Значит, вы будете санкцией объявлять России и надеяться на то, что Россия в ответ не будет вам газовые санкции объявлять. И если вы будете слишком... Российский народ показал, что он может жить на куске, так сказать, хлеба, половине огурца и водки. Поэтому, значит, еще уменьшатся доходы, еще уменьшатся. Большие города, в конце концов, так сказать, начнут бунтовать. Российские обычно не бунтуют, да. Даже в больших городах их заткнут и замьют на улицах, так сказать, посадят в тюрьму. И на этом все закончится. А маленькие будут продолжаться в спячке. То есть, значит, от того, что Россия даже уменьшит приход денег в Россию, пострадают только некоторое время олигархи. Зато вы, господа немцы, будете без газа, то есть, без тепла зимой и без умности готовить еду. Если вы не подготовитесь так к этой ситуации, чтобы иметь альтернативные источники и способы доставки до вас газа и любого другого топлива, нефти и тому подобное. И таким образом вы становитесь зависимыми от России все больше и больше, вместо того, чтобы становиться все меньше и меньше. Вот. И еще последнее. Если у нас интерес поставлять наши товары по миру, конечно, есть. Определяют, но и так покупают. И так наш газ достаточно дешевый, легко доставляемый и тому подобное. Именно там, где нету газопроводов, да, доставляемый. И очень хорошо покупают. Так что мы прекрасно расширяемся. С нефтью, на самом деле, все то же самое. Нам главное обеспечить себя. Было бы себя обеспечили, стали нет-экспортерами уже, так сказать, энергоносителей. И будем расти. Но пока что у нас нет возможности Европу снабжать. Давайте в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся. Обязательно продолжим. Продолжение следует...